Дорогие братья, дорогие друзья, всем мир вам, ассаламу алейкум от меня и от Антона Дубишин. Несмотря на физические данные любого человека, главная его сила заключается в разуме и сердце. Особенный коллектив, организовываю концерты под названием «Особенные или особенные». Езжу по интернатам, детдомам, помогаю строим домам семейного типа. Уже начал ездить по центрам реабилитации для нахроемокозависимых. Он стал известен благодаря своей книге. У него была мечта издать книгу. Стихи очень простые, совершенно простой слог, но именно в этом заключается все то, что необходимо человеку понять. Недавно мусульмане Киева провели встречу с одним из известных украинских волонтеров Антоном Дубишиным. История его знакомства с мусульманами началась с обычного дружеского визита, когда ему подарили Коран. Ведь посещение таких людей из исламского этикета. Для меня же, для того, чтобы повысить свой моральный и духовный уровень, нет запретов в этом мире. Для людей с особыми потребностями в исламе должно быть особое уважение, особая помощь, поддержка, чтобы эти люди развивали свои способности, таланты, чувствовали себя полноценными, интегрированными членами общества. На встречу с Антоном пришли все желающие, а не только мусульмане. Меня восхищает умение превратить свои недостатки, физические недостатки, в духовные достоинства. Мы не задумываемся о том, что есть люди, которые живут с гораздо большими проблемами, и тем самым они сильнее нас. Антон поделился своей историей и причинами, которые побудили его начать активную социальную жизнь. Я тоже пошел сам против системы, против правил. Правила гласят, что инвалид, должен сидеть дома, получать пенсию, там поехать раз в два месяца. Ну, меня это не устраивало. Антон Дубишин рассказывал о том, что можно сделать, имея серьезные физические недостатки и находясь в сложных обстоятельствах. Если проблема и твоя болезнь, заболевание будут стоять над тобой, то у тебя будет постоянная депрессия. В истории ислама также были известны случаи, когда люди с особыми потребностями занимали важные общественные и даже государственные посты. Наибольшая тяжесть в воспитании такого ребенка легла, конечно же, на маму. Это кухня. Тут я кушать готовлю. Ну, Антона я кормлю, конечно, в комнате. Ну, вот я приготовила, например, борщ. Мы с ним едим борщ, сколько? Мой дед, мой дед. Любит яички жареные покушать. Не, я не часто ем яички жареные. В основном любит беточки. Я люблю сырые, я домашние. Пример Антона Дубишина учит тому, что любой человек должен воспринимать свою жизнь и себя самого, соотнося это с божественной мудростью. Ну, там, да, мы гуляем возле озера, в парке, там, ходим. Ребята мы со своим коллективом особенным выезжаем на природу, надеюсь. Ведь только в этом случае каждый из нас сможет выполнить то, что предписано ему Всевышним. Это за участие в фестивалях, со стихами, да, песнями, но вообще фестивалях. Телевер Саид Ахметов, Денис Хахалин, Али Морей, канал Алиф Украина. Телевер Саид Ахметов, Денис Хахалин, 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 Алиф Украина.